Добрый день! Начинаем пресс-конференцию, предваряющую матч 1-8 финала Лиги Европы УЕФА Краснодар-Сельта. Представляю вам главного тренера футболного клуба Краснодар Игоря Шалимова и полузащитника команды Вячеслава Подберезкина. Пожалуйста, задавайте вопросы, представляйтесь и говорите, кому вопрос адресован. Просьба задавать по одному вопросу, не надо два сразу, лучше по очереди зададите. Пожалуйста. Максим Герасим, Независимая спортивная газета. Вопрос Игорю Михайловичу. Краснодар в матчах с Фенербахче забывал быстрые голы. Если получится забить быстрый гол в Сельте, как дальше команда сыграет? В закрытом стиле, чтобы сохранить удобный счет? Или порадует зрителей атакующим футболом? Спасибо. Мы, забивая быстрые голы, мы, как обычно говорят, забив быстрый гол, мы сделали ставку на быстрый гол. Ставку мы никакую не делаем. Мы играем в футбол. И если так складывается, то хорошо. Закрываться, конечно, мы не будем. Мы стараемся никогда не делать. Мы стараемся владеть мячом при любом счете. И стараемся создавать моменты при потере мяча сразу накрывать. Если, как в игре с Сельтой, много времени вы привели в позиционной атаке, то здесь, конечно, многое зависит от соперника. Сознательно сами мы это не делаем никогда. Пожалуйста, еще вопросы. Виктор Драгунов, интернет-портал Росфутбол. Вопрос к Ирю Михайловичу. Вы на выезде недавно сыграли только что. Достаточно сложный матч с локомотивом. Вопрос такой, успевает ли команда восстановиться к завтрашней игре? Ну, мы делаем все, чтобы ребята восстановились. Те, кто отыграл особенно всю игру. У нас квалифицированный медицинский штаб. Ребята сознательные и понимают, насколько важно восстанавливаться быстро после игр. Когда игры идут через два на трети. В плане психологии мы тоже работаем над этим. Ребята не чувствуют себя уставшими, скажем так, подходя к этим играм. Хоть и времени для восстановления мало. Будем надеяться, что завтра будет то же самое. Продолжайте. Пожалуйста. Владимир Черкашенко, БН24. Игорь Михайлович, вопрос к вам. На прошлой неделе сыграли с сельта. Прошла еще игра с локомотивом. Все-таки по предыдущей игре в Испании. Какие сделали выводы, проанализировали? И примерно какой-то маленький план там есть. Будет ли так же играть или что-то измените в игре Краснодара? Спасибо. Во-первых, мы будем играть дома. Посмотрев игру на выезде с Шахтером, с сельта, хоть это было давно, то Шахтер владел преимуществом. То есть они не так играют, конечно, как дома. Но зависеть от нас многое будет. Такие команды, но с таким стилем, конечно, им нужен кураж. Они дома играют лучше. Это, наверное, логично. Многое, опять же, повторю, будет зависеть от нас. Мы будем играть в свою игру. Она у нас есть. Ребята знают, что делать, когда мяч у соперника, когда мяч у нас. Поэтому дальше, как себя будет вести соперник. Тоже так же многое зависит от них. Еще раз повторю. То есть соперники бывают разные. Это соперник сильный, который хорошо владеет мячом, хорошо играет в отборе. И команда техничная. Соперник сильный. Максим, пожалуйста. Максим Куликов, спортбокс. Вопрос к главному тренеру. Игорь Михайлович, в команде есть травмированные. Расскажите, пожалуйста, ситуации травмированные. Крицюк, Акриашвили, Измайлов сможет ли выйти. Измайлов, Измайлов выйти не смогут. Акриашвили. Пока, по информации, да, крестообразная. Выбыл надолго. У нас Крицюк. Будем смотреть сегодня. Игорь Михайлович, в продолжение темы. Расскажите, пожалуйста, о готовности Паула Мамаева и Шаля Кабаре. Вы рассчитываете на них с первых минут или все-таки на определенном отрезке игрового времени? По составу не решили еще. Паша пропустил много. Почти, там, у нас чуть ли не полгода. Конечно, входить после такой паузы резко нежелательно. Он два раза вышел на замену. Мы будем смотреть. Может быть, в составе, может быть, на замену. Мы еще подумаем. Поговорим с ним, поговорим с врачами, подумаем. Шарль. Ну, тоже, ну, не решили. Шарль пропустил не так много. В принципе, физически он готов. Посмотрим. Я думаю, что он будет в составе. Вопрос по Марату Измаеву. Появилась недавно информация, что клуб расторг с ним контракт. Хотелось бы ваше мнение по этому поводу. И возможно ли возвращение, например, в летнее трансферное окно? Ну, ситуация неприятная. Марата перенес много операций на это колено. Когда он нагружается. То есть, когда идут игры, тренировки, у него, видимо, эта вещь хроническая. У него начинает болеть конь, но оно не дает ему в полную играть. Вот это, насколько я знаю, там, лучшей информацией владеет руководство. Он сам, как бы, изъявил желание закончить. Что дальше будет, не знаю. Может, хочется ему пожелать все-таки, если операция, значит, сделать операцию, чтобы быстрее восстановиться. Если там какое-то лечение длительное, то надо лечиться, восстанавливаться. Ну, хочется только это пожелать. А для нас, конечно, это потеря. Это сильный, очень сильный игрок, который подходит под нашу игру. И, конечно, бы он нам помог. Жаль. Вопрос Вячеслава. Вот уже, Вячеслав, как видите завтрашнюю игру и немножко об игре предыдущей, что тогда не получилось у Краснодара. И сейчас как настраиваете себя на завтрашнюю? Спасибо. Ну, завтра, я думаю, что надо немножко погрессивнее сыграть. И особенно в чужой половине поля. Потому что все-таки в Сельте, наверное, было много у них пространства. Много владели мячом. Мы точно так же, наверное, не любим играть без мяча, как и Сельта. Поэтому, если мы сделаем так, что они будут без мяча, я думаю, это будет нам в плюс. Главное владеть преимуществом и играть, наверное, ближе к игрокам. Играть в прессинг. И я думаю, что это даст свои влады. Вопрос Вячеславу. Первый матч закончился в пользу Сельта. Но последние две игры в чемпионате испанская команда уступила со счетом 0-6 в общем. Все-таки вы опасаетесь Сельту? Или воспринимаете ее как рядового соперника? Раз они дошли до такой стадии, конечно, у нас уважение к сопернику. Просто один матч они проиграли в Барселоне. Во втором матче, я понимаю, у них была ротация большая. Они готовились к этой игре. Поэтому, конечно, у нас уважение к сопернику. Но прежде всего, наверное, мы смотрим на себя и готовимся сами показать свой футбол. Я думаю, что если мы покажем свой футбол, то будет положительный результат. Вопрос к Игорю Михайловичу. Перед матчем с Веней Рыбачевым говорили, что это примерно команды одного уровня. Можно ли это сказать и о Сельте? Ну, я думаю, что можно это сказать. Да. Но игры, наверное, должны быть разные. То есть, если там они владели преимуществом больше часа времени, то здесь должно быть все наоборот. Тогда мы поймем, равные или нет. Ну и по результату соответственно. Еще есть вопросы? Пожалуйста, Владимир. Тоже вопрос. Вячеслав Вячеслав, в последнее время стали часто появляться на поле. Доволен ли вы, как играете в этом сезоне? И с тем, как много проводите времени на футбольном поле и своей игрой? Много над чем есть работать. То, что доволен, наверное, не на 100%. Поэтому то, что есть игровая практика, это очень хорошо. Спасибо тренеру. Буду по максимуму помогать команде, выполнять установку тренера. Поэтому, в принципе, доволен, что играю. А своей игрой, может быть, на 100%. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Игорь Михайлович, о Белье Жигулеве хотелось спросить. Новичок, достаточно на высоком уровне проводит, в высоком уровне матча. Довольны ли вы им? И следует его ожидать завтра в старте? Или Павел Мамаев, возможно, появится в первых минутах? Мы им довольны, но у молодых какая проблема может быть с стабильностью. Молодежь обычно играет нестабильно. Вообще классного игрока отличает стабильность. Он из 10 игр, 8, то и 9 играет хорошо, одно не очень. У нестабильных игроков, это игроков средних, скажем так, и молодых в основном это присутствует. Поэтому мы им довольны. Это боевая единица, мы на него рассчитываем. И рады мы вдвойне, что это воспитанник Академии, что для остальных ребят, которые там сейчас занимаются. Вот для них пример, что нужно работать. И если ты будешь соответствовать, у тебя есть шанс. Всегда будет шанс попасть в первую команду.